Ребят, всех приветствую! Всем я очень рад! Ну что, добрался до Таиланда. Что хочу вам сказать. Летел через Шанхай с пересадкой. Там пробыл в аэропорту в одном терминале. Час пятьдесят и следующий самолет до Бангкока. Терминал хорошо менять не пришлось. Все в одном терминале происходило. Перелет был очень легкий. До Шанхая в самолете два раза покормили. С Шанхая до Бангкока тоже покормили один раз. В общем, никаких проблем. Сильно не устал. Тридцать семь тысяч рублей вышел этот полет с пересадкой. А прямой был шестьдесят тысяч. Я доволен остался. Ребят, здесь сейчас очень сильно зарядили дожди. Плавать в море невозможно. Грязно и сильно. Понемножку тренируюсь. Тяжело даются тренировки после России. Так, вот я в отдельчик зашел, ребят. Посмотреть себе какую-нибудь коробочку хочу. Мне для бомбард нужна... Я бомбарды привез с собой плавающие и тонущие из России. И мне для них нужны какие-нибудь длинные коробочки. Вот наподобие вот такой. Только, чтобы она была узкая и широкая. Не широкая, а поуже. Вот такая длинная. Сейчас буду искать себе для бомбардов. Ребят, ну что, потихонечку начнем с вами общаться. Буду выкладывать ролики. Буду проводить стримы. Ребят, захожу в торговый центр кофейку попить постоянно. Ценник приподняли немножко. Видите, стал стоить 80 бат. Улетал, когда в Россию стоил 70 лата горячие. Немножко приподняли цены. И еще что. То, что совершенно нет туристов, посмотрите. Полностью торговый центр пустой. Кафешки, видите, девушки скучают. Клиентов нету. Ни в каких отделах народу нету. А время 8 часов вечера, когда здесь битком обычно все забито. Просто никого. Кстати, обратил внимание, бары совершенно пустые. Даже нету старых туристов, фарангов, которые, знаете, на пенсии здесь обычно подолгу сидят. Не вылезают в свои страны. Прямо здесь живут, потому что пенсии у них большие. Просто, видите, пусто везде. Есть, конечно, плюсы свои. Пробок нету, народу нету. Отдохнуть хоть от всего от этого. Кстати, море очень грязное, ребят. Пошел попробовать кальмара половить. Ловить невозможно. Сопли какие-то, знаете, пух оттопали. Если что-то на шнур на плетенку налипает, невозможно ни одну проводку сделать. Но везде, видите, пусто. Тайки, тайцы, индусы немножко попадаются. Иногда арабы. Это самое время, вот говорю, когда самая покупательная способность вечером высокая. И никого. Ну что ж, пойду по пляжной улице погуляю. Надеюсь, дождя сегодня не будет, ливни никакого. Надо пройтись. Ребята, пока не начался сезон дождей. Вот так вот теперь дождь идет. Каждую ночь и днем тоже заряжает периодически. Народ прячется под крышами, под разными. Это вот непосредственно, где отель Филтон. Народ зашел вот здесь под крышей, сидит, прячется. И я в том числе. Блин, жопа началась еще сильнее. Посмотрите. Да, всех ночных бабочек такой ливень разгоняет. Без работы теперь остаются вечерами и ночами. Часа по полтора, по два вот, ребят, плещет вот такой ливень зеленый. Молодец, что-то меня скоро утрет. Ребят, кстати, что хотел вам рассказать. Женщину, помните, я вам сейчас отрывок покажу, которая байк электрический бой нахлобучила, воспользовавшись ситуацией, что у нее дочь убежала от нее. Когда вот она подралась со своим австралийцем, с варангом, со старым, она жопчина там была, и на следующий день дочка от них убежала. Ребят, ну вот этот ролик найдете, посмотрите. Он называется прям «За добро отплатила воровством». Вот я подхожу прям к дому этой мамаши. Вот он сидит, видите, спиной к нам в темноте. Это австралийц, который умер. В общем, найдете ролик, посмотрите. Вот я мимо него прошел. У него, спрашиваю, где мама? Мама, вы мутубай ми? Мутубай вы? Ну, в общем, посмотрите. Вот она врет мне здесь. И говорит, я полицию не боюсь. Посмотрите. Так вот, вчера я встретил эту женщину. Она мне говорит «Привет, Артур, довольный». Говорит, представляешь, два или три месяца назад австралиец ее умер. Я говорю, где он умер? Она говорит «В Австралию». Уехал и там и крякнул. Она съехала из той комнаты, которую я вам показывал, где байк своровала. Потом у них была старенькая машиненка, иномарка. Она ее продала, говорит, за 40 тысяч бат. Попросила покормить. Ее говорит «Я голодный, извини, прости, что тогда так вышло. Вот теперь я одна, дочка от меня убежала. Австралиец крякнул. Я говорю «Пойдем». Сходили с ней в ресторан. Я ее угостил. Я говорю «А где что теперь живешь?» И она говорит «Маленькую комнатушку снимаю, совершенно без удобства». Я говорю «Пойдем, хотя бы покажешь на видео ее поснимаю». И вот она мне показала, я снял. Сейчас я вам выложу. Это было немного неудачно. И я сняла сегодня, чтобы закончить бед. Я у меня был в беде. Я был в беде. Я был в беде. Я был в беде. Я был в беде. Это было 3,000 рублей. В беде. Но не так, чтобы работали. Не надо сомневаться. Не надо сомневаться. Нужно сомневаться. Нужно сомневаться. Собирать кофе. Кофе, я должен привести. Нужно сомневаться. Крем сегодня. Я не знаю, что у вас есть москит? Москит? Я не знаю, но я не знаю, что у вас есть москит. Что можно сделать? Ты живешь здесь, как много месяцев? Как много месяцев ты живешь в Ром? Два месяца. Два месяца? Два месяца? Да. И не уйдет денег, чтобы не платить квартиру. Ренту для комнатной комнаты. Только... Какой тут вообще туалет? Два месяца вообще. На несколько комнат такой туалет с душем. Ребят, что хотел вам вкратце сказать об этой женщине. В общем, ситуация у нее плачевная, сами видите. Работы никакой совершенно нету. Подалась, как в молодости, в проститутке. Говорю, а берет ли тебя кто? Да, говорит, бывает, что берут клиенты, какие-то там старые фаранги, вот эти пенсионеры. Но, как правило, говорит, для того, чтобы дома убраться там, пожрать им, приготовить, кто тут постоянно живет. Не для каких-то уже сексуальных утех, а так вот. Какой-то порядок вещи постирать там за 200, за 300 бат. Выживает как может. Никуда почему-то из Патайи не уезжает. Именно здесь проживает. Ну ладно, еще если будут какие-то новости от нее или еще что-нибудь, обязательно вам выложу. Кстати, сейчас очень мало девушек работает в Патайи. Удивительно, почему может по домам разъехались не сезон. Но вот совершенно нету ночной наружности девушек. Так что, кто, если за этим сюда с такими мыслями хочет приехать, тоже не спешите. Пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok